На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Все по плану. Лидеры женского чемпионата Беларуси по гонболу праздновали дежурные победы в очередном туре второго этапа. В НТУ БелАЗ был сильнее Городничанки 33-17. Гомель без проблем дома одолел Витебчанку 37-18. Двумя заброшенными мячами в этом поединке отметилась линейная гомельская дружина Анастасия Лобач. Спортсменка, вернувшаяся в ряды Гомеля по ходу сезона, долго восстанавливалась после травмы. В субботу подопечная Тома Жачатара сыграет в гостях с Городничанкой. В Витебске встретятся Витебчанка и БНТУ. Очередная победа. Хоккейный клуб Гомель переиграл на домашней площадке Витебск. Хозяева обошлись приезжей командой. Не очень гостеприимна победа Рыси со счетом 8-1. В субботу соперники встретятся вновь на этот раз на льду северян. После семи сыгранных туров Гомель уверенно возглавляет турнирную таблицу «Игр развития». В 25-м туре без неожиданности гомельские команды ВРЗ и БЧ одержали победы в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Железнодорожники на домашнем паркете были сильнее столичной охраны «Динамо» 6-0. Поездка вагоностроителей в гости к столичному дорожнику также была успешной. Команда Анатолия Яновского выиграла 8-4. Результаты остальных поединков на ваших экранах. Светлогорский ЦКК, напомню, 25-й тур пропускал. В турнирной таблице без изменений лидирует ВРЗ БЧ на 5-м месте, ЦКК на 10-м. В третьем туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги «Мозырская славя» сыграет с командой «Днепро». Матч состоится завтра на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало в 19.00. Отмечу, что по итогам двух туров счет набранным очкам в чемпионате не открыли только «Славия» и «Днепро». Футбольный клуб «Гомель» свой поединок третьего тура проведет в субботу дома. Соперник – столичный энергетик БГУ. Начало поединка на поле стадиона «Центральный» в 16.30. В «Мозыре» состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. Состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях юношей сильнейшей стала команда «Сдюшор» номер один БФСО «Динамо». На второй строке расположились воспитанники кармянской «Дю США». На третьей – гомельской «Дю США» по боксу и пулевой стрельбе. У девушек победили спортсменки гомельской «Сдюшор» «Сош». Второй результат показала команда «Мозырской» «Сдюшор» номер два. Замкнула тройку сильнейших гомельской «Дю США» по боксу и пулевой стрельбе. Абсолютный зачет выиграла «Сдюшор» номер один БФСО «Динамо». На второй позиции «Дю США» по боксу и пулевой стрельбе. На третьей – кармянская «Дю США». Областная «Спартакеада» – это отбор на республиканский турнир, который состоится в конце апреля, в начале мая в «Стайках». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин